Но в целом, все равно, раз экономический центр здесь обозначен, хотя бы даже формально на бумаге, предположим, еще это не произошло, все равно инвестиции пойдут, потому что эти страны должны быть иметь свои представительства, какие-то посольства, даже в минимальном объеме. Если это будет, слова, подкрываться делом, то здесь пойдут инвестиции больших масштабов, то есть уже от всех этих стран. Здесь просто будет зависеть от страны в целом и от города в частности. Мы как раз можем посмотреть, как раз заговорили о реальном секторе экономики, и мы можем посмотреть, как у нас развивается в последнее время реальный сектор экономики Алматы. За период январь-ноябрь этого года объем промышленного производства составил почти 586 миллиардов тенге, в обрабатывающей промышленности рост на 0,7%, электроснабжение и подача газа увеличились более чем на 10%, объем строительных работ на 17% больше, чем в минувшем году, и грузооборот вырос на 12%, а пассажирооборот более чем на 7%. И вот кроме того, Алматы весной впервые попал в список финансовых центров и занял 58 место, осенью мы уже поднялись на 15 позиций, теперь находимся на 43-й строчке. Так Алматы опередил ряд международных финансовых центров Милан, Ирим, Брюссель и Осло, Копенгаген и Прагу, Варшаву и Мадрид, Хельсинки, Будапешт и Москву. Что можно назвать авангардом от всего этих показателей? Ну, прежде всего, наверняка банковский сектор, поскольку в городе Алматы сосредоточена основная масса банков. В этом плане, конечно, Алматы в выгодных условиях. По той одной причине, при принятии каких-то решений, при построении своих кредитных политики, коммерческие банки все-таки учитывают интересы города Алматы. Другое дело, такая постановка вопроса. Мне кажется, в какой-то мере она мешает нашему развитию в регионах. Я все-таки считаю, что быть в Алматы финансовым центром – это не цель. Цель – обеспечить работу и повысить качество жизни населения не только города Алматы, то, что вы показывали, там 158 тысяч средняя заработная плата, а всего равномерного населения нашей страны. Вот в этой части, почему наши инвесторы… Ну, мы Алматы в авангарде, другие должны подтянуться за нами, и будет хорошо. Это правильно. Но чтобы быть Алматы в авангарде, у нас должна быть решена система проблемная, которая не зависит от города Алматы. Понятно. Но мы как пример выступаем в данном случае для соседей и других регионов. Алексей Сергеевич, как Вы считаете, по этому вопросу Ваше мнение какое будет? Показатели, которые толкают Алмату на такие результаты? В принципе, что можно сказать про Алмату? Алмата – это финансовая столица, в принципе, она остается по всем финансовым показателям. Несмотря на то, что в основном очень много инвестируют в средства, все равно Алматы, вредно, прочитают больше инвестируют иностранцы. Это факт, это видно. В принципе, я сказал даже не Алматы, скорее всего, более… Здесь причины, почему так поднялся, а скорее даже политическая обстановка в нашем регионе. То есть то, что происходит сейчас в России, на Украине. Если так разобраться, инвесторы во всем мире всегда инвестировали в экономики, где развитая уже идет экономики, и развивающиеся экономики в основном сырьевые инвестировали. Если брать наш регион, у нас и Россия, и Казахстан, и ряд других, республика тоже является сырьевыми экономиками, где нефть и газ добываются. Сейчас вот какая ситуация происходит? Россия находится под санкциями. Украина, в принципе, инвестиции идут меньше, потому что там военные действия. Если брать вообще весь этот регион наш, не знаю, как правильно назвать, даже азиатско-европейские сырьевые места, то Казахстан получается такая приоритетная страна, где, в принципе, все достаточно стабильно в экономике, стабильно с валютой, и при этом здесь тоже так же добывают нефть и газ, и республика достаточно самодостаточная и может расти и развиваться. Поэтому сейчас в целом Казахстан стал интересен для иностранных инвесторов больше, чем был интересен ранее. Потому что соседство с Россией перетягивало на себя большие инвестиции. Сейчас картина немножечко будет сдвигаться в сторону Казахстана. Это говорит как раз большое количество иностранных инвесторов, кто приезжает сюда сейчас, кто рассматривает Казахстан как точка для инвестиций. Поэтому, в принципе, я думаю, это будет подталкивать Алмату в первую очередь среди всех городов, но и все города тоже в частности. Как отметил Бесенбек Зеябекович, у нас в Алмате действительно расположены практически все финансовые институты, и ГИП представительства международной спортивной объекты построены. У нас горы, которые привлекают зарубежных инвесторов. И по результатам исследований британского издания Алмата вошел в топ-10 городов, которые стоит посетить. Выходит, у нас наиболее актуальны для Алматы эта сфера услуги, туризма. Именно эти направления называют предприниматели сложными для развития. Насколько готов наш бизнес продвигать эти сферы туризма и сферы услуг? Потому что работа с людьми, всегда говорят, что услуги, это сколько я разговариваю с предпринимателем, они говорят, что сфера услуг это тяжелая сфера для того, чтобы наладить бизнес в этой сфере. Ну, если... Мое мнение заключается в том, что действительно мы за эти 20 с лишним лет у нас сфера услуг достаточно хорошим темпом и растет. Это хорошо, и с одной стороны проблема это. Сначала должна реальный сектор, на мой взгляд, развиваться. Потом уже сфера услуг. Это даст более положительный вид. Согласитесь, чтобы услугами пользоваться, люди должны работать, зарабатывать. То есть мы должны больше рабочих мест, больше реальный сектор, больше переработки, больше производства. Тогда в соответствии с сопутствующими услугами будут развиваться. Как раз способствовать развитию туризма будет и безвизовый режим для граждан 10 развитых стран, которые уже действуют. В перспективе этот список еще расширят. И предстоит нам с Экспой Зимний универсиад 2017, который сделает Алмату и Казахстан еще более популярным в мире. Теперь остается развивать активно эту инфраструктуру. И насколько инвесторы, Сергей Алексеевич, заинтересованы развитием этого направления? Поскольку это ведь действительно долгосрочные проекты. Это интересное, долгосрочное и достаточно сложное направление на самом деле. Это и сфера услуг, это туризм более широко воспринимается. Но надо здесь понимать одну вещь. Идя по этому пути, мы становимся на путь конкуренции с мировыми державами, которые там развили туризм. Это Арабские Эмираты, это у нас Таиланд, это другие страны, которые, несмотря на то, что имели ресурсную экономику, они при этом развили очень сильно туристический бизнес. Мне кажется, Казахстан это будет сделать чуть сложнее. А модель нельзя взять, позаимствовать? У нас нет моря. То, что все-таки во всем мире больше ценится. Здесь горы. Это очень хороший вид туризма, который тоже развит и развивается, но все-таки он уступает. Плюс к этому достаточно высокая стоимость рабочей силы, труда, которая здесь оценится в сфере услуг, относительно каких-то соседей. Поэтому здесь большой вопрос, насколько это будет интересно и успешно для инвесторов. Мне кажется, в Алматы, в Казахстане в целом было бы интересно развивать какие-то наукоемкие производства, то есть какие-то инновации пытаться внедрять не только для Казахстана, а именно в всенародном масштабе. Сейчас очень много IT-компаний, которые в принципе территориально ни к чему не привязаны. То есть туризм – это хорошо, это какая-то доля экономики. Но я боюсь, что большую долю он в экономике Казахстана не составит. И в Алматы тоже в частности. Хотя в Алматы чуть больше. У нас как раз активно развивается парк инновационных технологий. Там вот показатели, какие сейчас мы видели в выпуске новостей, которые предвещал наш блог. И сотни новых рабочих мест, и десятки компаний открываются. Насколько вот такая… То есть вы уже сказали, что она привлекательна для инвесторов наукоемной технологии, наукоемки. Как самим компаниям действовать на этом рынке, чтобы привлечь инвесторов к себе? Это какие-то участия в выставках международных, какие-то презентации своих проектов? Знаете, лично мне кажется, какая у нас ситуация. У нас очень высокий уровень образования у нашего населения. То есть имеется у всех стран постсоветского пространства в принципе. В Казахстане в частности, то есть очень много специалистов. У нас есть один, наверное, большой минус, который, как мне кажется, мы мало умеем презентовать наши технологии. Достижения, технологии, идеи. То есть нам надо учиться не только их придумывать и делать. Это большой пласт работы. Многие страны, наоборот, охотятся за этими изобретениями. Нам нужно учиться еще их продавать. Причем учиться не в плане всей страны, а индивидуально каждому. Потому что если ты что-то изобрел, придумал, нужно это обернуть в красивую упаковку, как это делают в Европе или делают в Америке, и дорого продать. Понятно. Весь век, Зейбекович, по мировой статистике 70% предприятий на первом этапе, первые 2-3 года разоряются. В Казахстане показатели за последний год только полпроцента закрылись из тех, что открылись, из нескольких тысяч, которые открылись. То есть показатели совсем минимальны по сравнению с мировыми данными. Чтобы не закрыться в первые 2-3 года, чтобы выжить, стать на ноги, как действовать, как привлечь долгие инвестиции и развернуть компанию, как вы считаете? Магомед, я прежде всего хочу сказать, что у нас в основном разговор идет о инвестициях. Мы, если говорим о инвестициях, мы все время подразумеваем иностранных инвесторов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...